Бейт Аль-Хикма, интернет-мадресе, представляет. Дорогие зрители, дорогие слушатели, дорогие ученики цикла курса по дисциплине, религиозное течение группы в Исламе. Мы продолжаем цикл наших лекций и продолжаем шиитскую тему. Следующая наша тема называется Аль-Имамия. Аль-Имамия — это самая главная, самая основная шиитская группа. Или мы их по-русски иногда имамиты называем, иногда двунадесятники, аль-Ист на Ашарии. Иногда мы их называем джахфариты, так как они следуют мазхабу имама Джафара. Аль-Имамия — это те, кто утверждает имамат. Утверждают Али, то есть утверждают то, что именно Али был достоин быть имамом, верховным лидером, верховным правителем, повелителем всех правоверных. Амиром всей уммы Али, рады Аллаху Анху. То есть вот это его имамат, то, что он установлен, утвержден, вот именно об этом говорят имамиты. И они утверждают, что вот это утверждение, вот это назначение произошло по ясному указанию бин-нас, по ясному указанию от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Нас-сан-захерн, то есть явным образом, то есть он ясным образом указал, что Али после меня должен быть правителем мусульман. И духовным, и политическим. Мин гэйри таарит биль васф, то есть без описания, то есть каким должен быть имам. Без этого описания, а именно через упоминание имени. Именно вот этот человек после меня будет имамом. А не так, как, например, считают некоторые другие шииты, которые считают, что пророк только описал, каким должен быть имам. С точки зрения имамитов, вот это ишара, то есть это указание было биль айн, то есть конкретное указание. Не биль васф, то есть не через описание, каким должен быть имам, а именно конкретно, вот именно он должен быть имам. Это точка зрения имамитов, точка зрения тех мусульман, шиитов, которых называют имамитами. И они были названы имамитами или по-арабски аль-имамия, так как их идеи, их воззрения концентрируются или вращаются вокруг понятия аль-имам. И имамиты являются самой крупной из шиитских групп и самая многочисленная шиитская группа, которая известна нам сегодня. То есть до сегодняшнего дня самая большая шиитская группа, самое крупное шиитское течение – это аль-имамия. Вахум мунта-шируна фи-иран, вали-а-ирак, валь-хинт. Имамиты распространены в Иране, Ираке и в Индии. Также нам известно, что большие шиитские группы проживают и в других странах, например, в Ливане, в Персидском заливе, в Саудовской Аравии тоже немало. По сведению некоторых исследователей тоже немало, большое число шиитов проживает, некоторые говорят о даже 20% мусульман, проживающих в Саудовской Аравии, которые исповедуют шиитский ислам. Кувейт, Бахрейн, в Пакистане встречаются, в Афганистане встречаются крупные шиитские группы. Также они известны под названием Исна Ашария, то есть двунадесятники от слова 12 имамов. Потому что их основы именно как раз вот опять вертятся, вращаются вокруг идеи о 12 имамах. И поэтому они называются по-другому Исна Ашария, двунадесятники от слова 12 имамов имеется в виду. То есть их название или имамиты, или более конкретно Исна Ашария, или другое название в честь имама Джафара, они еще называются Джафаритами. И в некоторых странах известны как Джафария. Теперь перечислим основные имамитские воззрения. Мабади аль-имамия. Аль-авваль. Инна аль-имамата лейсат мин аль-масалих аль-амма, аль-лати туфавват иля надарил умма фи-та'ин аль-каим бимасляхат иль-муслемин биль-ихтияр мин хум. А вот это убеждение совпадает с убеждением, с общими убеждениями шиитов или убеждениями большинства шиитов, о котором мы говорили на прошлом занятии. Значит, имамат не является вопросом сферы общих интересов, то есть те вопросы, которые решаются самой уммой с самими мусульманами. Когда мусульмане, например, с выгодой для себя, для мусульман, в интересах уммы выбирают одного из числа всех мусульман, выбирают какого-то правителя. Вот имамат с точки зрения имамитов не является таким вопросом. Как уже было сказано раньше на прошлом занятии, имамат является столпом религии, является столпом ислама. Не мог посланник, пророк Мухаммад, алейхиссалям, просто так забыть этот вопрос и ничего не рассказать людям об этом. То есть не назначить имама с точки зрения шиитов, имамитов. Значит, они считают, что Расуль, он был обязан, это было для него ваджибом, было обязательностью, то есть он был должен установить для мусульман имама. То есть назначить имама непорочного, который не запятнан ни большими грехами, ни малыми грехами. То есть непорочный, безгрешный имам должен был быть назначен пророком Мухаммадом в обязательном порядке. Ишииты считают, имамиты, что пророк Мухаммад, алейхиссалям, назначил конкретно именно Али, назначил имамом, так как нет более важного вопроса в религии, вере, с точки зрения имамитов, шиитов, нет более важного вопроса, чем назначение имама. До того, как пророк Мухаммад должен был расстаться своей умой, то есть уйти в мир иной. Лианнаху бу'itha li taqrib al-wifaq wa raf il-khilaf Так как они говорят, шииты, имамиты, что все-таки пророк Мухаммад был неспоздан для того, чтобы объединить сердца мусульман и чтобы убрать те разногласия, которые между ними существуют. И поэтому, с их точки зрения, он должен был это сделать. Поэтому, с их точки зрения, не мог пророк Мухаммад оставить просто так мусульман, просто умереть, уйти из этого мира и не назначить после себя преемника, после себя заместителя, после себя правителя. И поэтому они указывают на то, что пророк Мухаммад установил именно Али имамом. Они приводят в Далиль разные хадисы, разные предания. Например, мэн кунту мауляху фа алиюн мауляху. То есть для кого я был мауля, то Али для него тоже мауля. Вот этот хадис, как нам известно, передается в сборниках имама Ахмада Муснат и в сборнике Ибн Маджа. Как он может, конечно, передаваться и в других сборниках. Некоторые из суннитов этот хадис принимают, некоторые суннитские ученые этот хадис считают слабым или вымышленным, но есть ученые, которые этот хадис принимают. Дело в том, что в этом хадисе упоминается термин мауля. То есть для кого я был мауля, то Али для него тоже мауля. Мауля в арабском языке это слово из такой категории слов, которое называется аддат. Слово, которое может иметь противоположные значения. То есть мауля, с одной стороны, это хозяин, владыка, владелец, покровитель. И с другой стороны, наоборот, покровительствуемый, значит, клиент, вольноотпущенник, раб и так далее. То есть это слово имеет противоположное значение, и важно понимать его по контексту. Но даже если мы выбираем только вот именно одно направление, одну ориентацию смысла вот этого слова, то есть только в сторону, допустим, владыка, покровитель и так далее, то есть там тоже есть разные варианты. И поэтому с точки зрения суннитских ученых, которые этот хадис принимают, они не видят в этом хадисе никакого далиля на то, что имам Али является правителем всех мусульман, потому что мауля в этом хадисе понимается как покровитель, как покровитель, не так как правитель, а именно покровитель. Шииты же понимают в слове мауля именно слово повелитель, повелитель правоверных. Что значит покровитель? Покровитель тот, кто помогает мусульманам. Пророк Мухаммад, всем известно, помогал и неимущим, бедным, страдающим мусульманам. Очень часто к нему приходили и помогал как и пророк, и как представитель своей семьи. Оказывал помощь, садака, выделял какие-то деньги, имущество, еду и так далее от своей семьи. Помогал тем людям, которые, например, оказались в банкротстве, которые потеряли полностью свое имущество, он был той последней инстанцией, куда мусульмане могли обратиться, и он им всегда помогал. И после смерти пророка Мухаммада вот эту нишу занял Али, так как он был единственным представителем, самым близким родственником по мужской линии, самым близким родственником для пророка Мухаммада, и он занял это место покровителя. И поэтому после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалям, люди приходили к Али, Карам Аллаху Ачху, с ним решали эти проблемы, и Али как представитель семьи пророка решал вот эти проблемы, помогал людям решать их духовные вопросы и материальные вопросы. Вот в этом плане некоторые ученые трактуют вот этот хадис с этой точки зрения. Или другой хадис. То есть есть другой хадис, который, например, передает Аль-Байхаки, который тоже может встречаться и в других сборниках хадисов, в том числе и в шиитских сборниках хадисов. То есть самый лучший судья из вас – это Али. Это перевод, если вот переводить именно с точки зрения, как понимают этот хадис сунниты. А для, опять, для шиитов – Агдакум Али. То есть не то, что самый лучший судья, а самый лучший правитель. То есть здесь первый смысл, который приходит, конечно, в голову – Кады. Кады в арабском языке означает судья. Но Кады также может иметь и переносное значение как тот, кто судит не только в суде, а вообще в государстве. И вот с этой точки зрения они говорят, что вот этот хадис тоже указывает, что Али, так как он лучший судья, поэтому он больше имел прав на то, чтобы быть правителем. Но опять сунниты, которые принимают этот хадис, здесь тоже ничего особого в этом хадисе. То есть явного указания в этом хадисе не видят. А то, что он был действительно лучшим судьей, то есть с этим все мусульмане, все мусульманские ученые, сунниты все с этим согласны. То есть во времена Абубакра, во времена Умара очень часто вот эти правители прибегали к его помощи. То есть если возникали какие-то проблемы, разногласия, то они людей направляли именно к Али. И Али, находясь в исламском государстве, и даже вот Умар его не выпускал из города Медина, чтобы это столица была исламского государства во времена Умара и Абубакра и Усмана. Умар не выпускал Али из города для того, чтобы всегда быть рядом, чтобы решать вот такие сложные вопросы, которые Абубакр и Умар, например, не могли решить. И они отправляли к Али. Это говорит о том, что он действительно был человеком больших знаний и был выдающимся судьей, который мог вот эти самые запутанные проблемы, самые запутанные тяжбы, он мог решить. Потому что обладал особыми знаниями и, значит, у него была такая компетенция быть судьей. И кроме этого передается, конечно, и другие хадисы. Много разных хадисов передается. Можно сказать, что вот, например, даже в шести сборниках, известных у суннитов, которые называются Аль-Кутуб Аситта, шесть книг имамов, например, Аль-Бухари, Муслим, Абу-Дауд, Ат-Тар-Мизи, Ибн-Маджа и Ан-Насаи. Это известные книги суннитов. И в этих книгах мы найдем очень много хадисов, которые говорят о статусе Али. То есть, который прославляет Али. Этих хадисов очень много. Очень много. То есть, Али действительно обладает особым статусом. Имеет особое значение для мусульман. И мусульмане, будучи даже суннитами, тоже это понимают. Но шииты указывают, что вот эти хадисы указывают на не просто особый статус Али, именно статус правителя халифы, который имеет право на то, чтобы именно после смерти пророка, алейхиссалям, стать правителем в исламской умме. Что только он имел на это право. То есть, они указывают, что вот именно в этих хадисах они достоверные хадисы. И в них вот есть даляля, то есть указание, смысл, который указывает на это. Но с точки зрения суннитов, с точки зрения хадисоведов, есть сомнения по поводу значения этих хадисов. Как я уже привел примеры с хадисами Агдахум Али, Мэн кунту мавляху фа Али мавлях. Вот эти хадисы пророка Мухаммада, алейхиссалям, они понимаются неоднозначно. Понимается неоднозначно. И Ахлюсуна Ваджама не видит явного далиля, указывающего на то, на что указывают шиитские ученые, в нашем случае имамиты. Второе убеждение. Имамиты не ограничились утверждением о том, что только Али имеет право на халифат, на пост халифы. То есть только он среди других прочих сподвижников. Баль хакаму аля мэн таваля л хиляфа гэйраху, ва мэн ба яаху би мухаляфатин мсус. Значит, они на этом не остановились. Но, значит, к чему они еще пришли? Они пришли к мнению, что тот, кто занял место халифы вместо Али, Это, значит, у нас Абу-Бакар, Умар и Усман Зун-Нурей. Значит, ридвануллахи алихим аджмайн. И те люди, которые присягнули им и последовали за ним. Шииты считают, что эти люди что сделали? Совершили мухаляфат ан-нусус. То есть они противоречат ясным указаниям сакральных текстов. То есть противоречат тому, о чем говорил пророк Мухаляфат. То есть с их точки зрения и ясным указанием, и ясным текстом. То есть он назначил Али, его потомков. А эти люди, с точки зрения имамитов, узурпаторы, несправедливые. Они противоречат ан-нусус, противоречат Корану и сунни, с точки зрения имамитов. Те, кто поставил вместо Али, Абу-Бакара, Умара и Усмана. И эти люди, которые им присягнули, и которые последовали за ним, тоже оказались, и Умар тоже, и Абу-Бакар тоже, и Усман тоже оказались людьми, которые противоречат Корану и сунни с точки зрения имамитов. Талата. Вот это очень опасное убеждение. Признание имама является частью сути веры. Частью сути веры. И без этого элемента человек становится кефиром, становится неверным. То есть если человек не верит имамат, не верит в имама, не верит, что именно Али был достоин быть правителем мусульман, ни Абу-Бакар, ни Умар, ни Усман, ни другие, такой человек считается кефиром неверным. Потому что вера в имама, признание имама, дюз мин хакэкатиль и иман. Помните, мы говорили про хариджитов. Тоже очень страшная группа в исламе, которая убивала сподвижников, убивала женщин и детей, мусульман. Много горя они принесли мусульманам. Эти люди считали также деяния человека и следование человека предписанием религии. Они считали тоже как дюз мин хакэкатиль и иман. То есть как часть сути веры. То есть если нет у вас деяний, нет у вас выполнения предписаний. Если вы совершили какой-то грех, вы мусульманином не являетесь, вы вероотступник, вы неверный. Здесь говорится нечто похожее, но здесь уже не деяние, а именно признание имама. С этой точки зрения все мусульмане, кроме имамитов, шиитов или вообще шиитов, являются неверными. То есть поэтому это очень опасное убеждение. И как мы знаем, некоторые умеренные исламские ученые из числа шиитов, они сегодня утверждают обратное. Ихтира в бель-имам или вера в имама не является частью сути веры. То есть не является частью Усулюддин. Усулюддин – это основы религии. Основы религии, напомню, что Усулюддин у мусульман три. Ильяхият, Нубува и Альмаат или вера в Сутный день. То есть вера в Аллаха, вера в Пророчество и вера в Сутный день – это самые главные усулюддин у мусульман. Если вот эти усуль есть у человека, то человек является мусульманином. Шииты к общему усулюддин добавляет асаль, который называется имамат. Если они добавляют этот асаль как усулюддин, получается, что все кроме шиитов неверные. Потому что у них нет этого асля, этой основы. Значит, умеренные шииты, современные исламские ученые из числа шиитов, объясняют и говорят, что имамат является не усулюддин, а является усуль аль-мафхаб. То есть если у вас этот асль есть, вы являетесь шиитом-мусульманином. Если у вас нет этого асля, то вы просто мусульманин. Понятно, что с точки зрения шиитов все остальные мусульмане, кто не верит в имамат, тогда с этой точки зрения уже не кяфиры, а просто грешные мусульмане, заблудшие мусульмане. То есть они неполноценные верующие, неполноценные мусульмане, но мусульманами их назвать можно. Это заблудшие мусульмане с точки зрения шиитов. Так же, как, в принципе, и для нас, для Ахлюсуна Вальджамаа, для суннитов, также шииты являются людьми заблуждения, но они остаются в лоне ислама, но являются грешными заблудшими из-за своих воззрений. Здесь обоюдно. Они считают суннитов заблудшими, и сунниты тоже их считают заблудшими. То есть, вопрос современными учеными шиитскими был решен таким образом, что теперь они утверждают, что Аль-Имамад это ассаль мин уссуль аль-Ниддин, а ассаль мин уссуль аль-Масхаб. То есть, это одна из основ их шиитского масхаба. Если у вас этой основы нет, вы не можете быть шиитом, но вы можете быть просто мусульманином. То есть, это наиболее умеренная точка зрения, и с этой точки зрения, конечно, шииты и мусульмане, сунниты могут уживаться с друг другом. То есть, не нужно делать друг другу такфир, обвинять в неверии. Даже будучи делая нам такфир из-за своих заблуждений, все равно мы, конечно, их за это не выводим из ислама. Но это является очень большим заблуждением, большим отклонением от основ ислама. Четвертый пункт. Утверждение о исчезновении имамов и также утверждение о их возвращении. То есть, вот, например, они считают, что веря в 12 имамов, они считают, что 12 имам исчез. То есть, это было средневековье, глубокое средневековье, когда, значит, очередь дошла до 12 имама, он был ребенком, он исчез. Он исчез и должен появиться как 12 имам, как Махди, как Мессия, как Спаситель должен появиться перед сутным днем. Об этом мы уже говорили. То есть, он должен вернуться. Раджа'а, да, вот поэтому Раджа'а или Раджа'а называется вот этот момент в системе шиитских воззрений. Пятый пункт. На прошлом занятии, что это общее воззрение для большинства шиитов. Ну и, конечно же, для имамитов также. Тоже под такей понимается именно, значит, имитация воззрений, убеждений, практик тех людей, которые окружают вот этих шиитов. То есть, они подстраиваются под них и показывают, что мы такие же, как и вы. Но при этом скрывают свои воззрения. И вот у шиитов, ну и у имамитов тоже, да, вот так и также подразумевалась некая секретная система, да, секретный аппарат. Значит, о котором люди не знают. То есть, они скрывались среди людей и тайным, секретным образом распространяли свои воззрения, не выдавая себя. То есть, не говоря, что вот они шииты, потихонечку разговаривая с людьми, потихонечку делая свой догват, свою пропаганду, да, скрывая свое воззрение, они распространяли свои взгляды. И, значит, оповещали людей о том, что скоро должен появиться имам Аль-Мунтазр, то есть, вот этот исчезнувший имам-спаситель. То есть, также под понятие такии входит, значит, проявлять уважение и подчинение тем, кто находится у власти. То есть, подчиняться им. То есть, внутри, например, они понимают, что это не надо делать, то есть, это неправильно, да. Но так как такии им это позволяет, чтобы сохраниться, они вынуждены, значит, имитировать, что они уважают правителя, да, или человека, в руках которого власть, и выражают ему свое подчинение. Значит, для того, чтобы потом совершить, например, восстание, подняться уже против вот этого правителя, или, значит, выжидать, когда появится исчезнувший имам, да, и поддержать его. А до этого, значит, ждать и показывать всем окружающим, что они такие же, значит, не несут каких-то там опасных воззрений для мусульман, да, и никому не угрожают. Но как только имам Аль-Каим появляется, то есть, тот, кого они ожидают, да, то они ему присоединяются и сразу же, значит, вооружаются и начинают вести войну против всех, кого они считают своими врагами. Понятно, что не все умеренные шииты это использовали, это в основном использовалось крайними имамитами, но, тем не менее, известный факт, да, исторический, и, ну, и с точки зрения суннитов, они всегда в своих книгах об этом очень часто говорят, что вот была такия, и она была распространенным орудием, инструментом, которым шииты пользовались для того, чтобы распространять свои воззрения. Иногда поднимали восстание, да, в средневековом исламском государстве. Шестой пункт. Среди потомков именно Фатемы, то есть, именно дети Али, да, или дети Фатемы, значит, от Али, значит, да будет доволен ей Аллах и доволен Али и Хасаном, и Хусейном, значит, именно потомки Али и Фатемы, только они являются достойными претендентами на халифат. То есть, только они являются имамами. Также они ограничивают, что именно потомки Хусейна, не потомки Хасана. То есть, сначала Али, потом старший сын Али, Хасан, после этого младший сын Хусейн, а потом дети Хусейна, именно среди них остается имамат. Да, или понятие хиляфа, а именно среди них остается. Это не в потомстве Хасана. То есть, это так установлено в убеждениях имамитов. Это к тому, что были другие шииты, которые считали, что неважно, от Хасана идет потомство или от Хусейна. Они поддерживали всех. И потомство Хусейна, и потомство Хасана. И считали, что из другой группы может быть имам, и из другого рода тоже может быть имам. Это у других шиитов, у других малочисленных шиитских групп. Но у большинства шиитов, у имамитов, все-таки ветвь халифата или ветвь имамата осталась именно в потомках Али и Фатемы, именно в ответвлении Хусейна. Все имамиты согласились, что первым имамом является Али ибн Аби Талиб. Затем его сын Хасан, старший сын. Затем его брат Хусейн. Между ними, как вы знаете, была небольшая разница в возрасте. То есть, Хасан родился раньше, Хусейн позднее. Между ними ученые говорят, историки, что разница была около года. Фума ибнаху Али Зейнуль Абедин. Затем сын Хусейна, Али, который более известен как Зейнуль Абедин. Украшение поклоняющихся. То есть, вот у него было такое прозвище или титул Али Зейнуль Абедин. Он, значит, сын, получается, Хусейна и одновременно внук Али. У Хусейна не было больше тот, кто продолжил бы его род, кроме Али Зейнуль Абедин. То есть, если вы помните, там случилось трагическое событие, которое тоже способствовало, кстати, усилению, распространению шиитских воззрений. Это событие, трагедия по поводу Хусейна. То есть, трагическая смерть Хусейна. И после вот этой трагической смерти, где погиб не только Хусейн, а часть его семьи. И, соответственно, все его дети по мужской, именно мужского пола, кроме Али Зейнуль Абедин. То есть, были, кто был и старше, чем Зейнуль Абедин, и были младше, чем Зейнуль Абедин. Они погибли в этих трагических событиях. Только Али Зейнуль Абедин, он спасся. На тот момент он был очень болен, и поэтому он не участвовал в этом событии. И поэтому, значит, те, кто участвовал в том, чтобы остановить Хусейна, чтобы участвовали, и, можно сказать, в убийстве Хусейна и его людей, они не тронули Али Зейнуль Абедин, он остался. И вот, значит, имамат от Хусейна, с точки зрения шиитов, перешел именно к нему. И он стал, с этой точки зрения, четвертым имамом. Если Али первый, Хасан второй, Хусейн третий, он стал четвертым имамом. Сумма Мухаммад Аль-Бақир, затем Мухаммад Аль-Бақир, сумма Ибнаху Джа'фар Ас-Садик, затем его сын Джа'фар Ас-Садик, шестой имам, в честь которого как раз иногда имамиты называются Джа'фаритами. Он был ученым, факыхом, у которого, кстати, брал уроки и уважаемый имам Абу Ханифа, Рады Аллаху Анху, да, и имам Малик, японим Маликитского масхаба, да, основоположник Маликитского масхаба, Рахматаллахи Алейх, да, тоже брали у него знания. То есть он был известным ученым в свое время. И вот именно к нему традиция приписывает создание другого масхаба, фикха в исламе, кроме известных нам четырех, да, Ханафитского, Маликитского, Шефитского и Ханабалитского. Конечно, были еще другие сунницкие масхабы, сохранились только вот эти четыре известные. Но и были и шиитские масхабы. И вот самый известный шиитский масхаб фикха это Джа'фария. После Джа'фара-садика начался раскол среди шиитов-имамитов. Они разногласили по поводу, кому переходит имамат, кому переходит честь быть следующим имамом шиитским. То есть они разделились на многочисленные группы. Самая известная группа это двунадесятники. То есть кого мы сегодня просто иногда просто имамитами называем, да. И самая известная другая группа это Исмаилиты. Исмаилиты это крайние шииты, о которых мы позднее будем говорить. То есть вот Исмаилиты тоже как раз появляются во времена Джа'фара-садика. Валь имамия мин фираг аль-муслемины. То есть разные имамитские группы появились. И все они являются исламскими течениями или мусульманскими группами. То есть вот эти группы имамитов, они являются мусульманскими группами, являются мусульманами. Потому что даже несмотря на то, что они противоречат джама'ату мусульман. Значит, джама'ату имеется ввиду основному течению мусульман, мейнстриму мусульман, то есть ахлюсун его джама'а в некоторых вопросах противоречат. Значит, все равно эти противоречия не выводят их из ислама. То есть об этом надо всегда помнить. То есть ля тухриджихум анмилит или слям. То есть в лоне ислама они остаются. То есть мы называем их все-таки мусульманами. Правда, они для суннитов, конечно же, для ахлюсуна в аль-джама'а заблудшие мусульмане с точки зрения их воззрения. Но при этом все равно остаются мусульманами. Потому что они признают известные истины, которые есть в исламе. Имеется ввиду акиду, исламскую акиду. То есть известные исламские догматы у них есть. То есть известные правила ислама, известные столпы ислама тоже у них есть. То есть все вещи, которые имеют достоверный долиль, который опирается на ясные указания, которые есть у суннитов, например. Какие-то практики, какие-то столпы, основы. В том числе основы исламского вирушения. Эти основы тоже у них есть. Эти практики тоже у них есть. Известные правила исламы. Фа хум яшхадуна ан ла иллаха илла Аллаха ва анна Мухаммадан. Расуль Аллах. То есть они также свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха. Что только Аллаху надо поклоняться. И свидетельствуют, что Мухаммад является посланником Аллаха. Ва рисалятуху амма вахи хатима. Хатима тур рисалят. И его миссия, пророк Мухаммада, алейхисалям, она общая. То есть они тоже это признают. Она для всех. И она завершающая. То есть он хатиму аль анбия валь мурсалин. Пророк Мухаммад является с их точки зрения тоже последним пророком. С точки зрения умеренных шиитов. С точки зрения имамитов. Сейчас мы говорим про имамитов. Ва юминуналь бельмаляйка. И также верят в ангелов. Валь кутуб, вар русуль. И в книге писания. И в посланников. Валь яумаль ахир. И верят в судный день. Все это их объединяет с обычными мусульманами. Валякиннахум насау аннаху ляукянаху на ка нассун аля тааиин. Тааини алиин. Лима халяфаху лямма халяфаху ас-сахаба. То есть, но, значит, суннидские ученые заключают, что, но они забыли о том, да, они не подумали о том, что если бы было бы какое-то ясное указание в текстах или в Коране или в достоверной сунни, да, на то, что нужно установить после смерти пара. Пророка Мухаммада алейкинсалям. Именно Али, карамаллаху ачхаху, имамом, да, верховным правителем мусульман. То, конечно же, сподвижники не пошли бы против этого. То есть, сунниты, суннитские ученые в этом убеждены. Если бы было бы какое-то ясное указание в Коране или в Сунни, то сподвижники не могли бы этому противоречить. Они, конечно же, пошли бы к Али и назначили бы его правителем. Но, значит, не все так просто и не все так ясно, да, в этом вопросе. Суннидские ученые утверждают, что такого ясного текста нет. И сегодня некоторые умеренные шиитские ученые тоже заключают, что, признают это, что действительно нет явного такого указания в Коране и Сунни, ясного прямого текста, в котором говорится, что вот имам Али, именно он должен быть имамом, должен быть верховным правителем исламской умы после смерти пророка Мухаммада. И его потомки, вот этого текста с прямым смыслом в Коране и Сунни нет. Есть предания, которые признают только, например, шииты, но они не признаются у суннитов. То есть нет общих преданий, которые бы все могли признать именно так, как хотят шииты. То есть сделаем для себя такой вывод, что шииты и имамиты являются мусульманами. У нас очень много с ними разногласий, у суннитов, у Ахлюстуна Вальджама, но, тем не менее, много и общего. И сегодня нельзя делать друг другу такфир, нужно спокойно, мирно жить. Каждый остается при своем увоззрении, но это не причина убивать друг друга, как это происходит, к сожалению, сейчас в некоторых уголках исламского мира, когда некоторые фанатики-сунниты убивают шиитов, а фанатики-шииты убивают суннитов. То есть это и есть, к сожалению. И в истории средневекового ислама тоже было, когда целые города, просто население исчезало после того, как была какая-то провокация между суннитами и шиитами. Приходил, допустим, человек на базар, начинал говорить стихи, в которых он, например, проклинал или ругал авторитетов суннитов Абу-Бакра, например, рады Аллаху, или Умара, рады Аллаху Анху, или жену пророка Мухаммада Аишу. То есть, к сожалению, это тоже было, вот эти проклятия и ругательства в отношении этих известных личностей в исламе, которые сделали большой вклад в ислам. Конечно же, появляется другая группа, которая препятствует этому, начинается драка, кто-то кого-то убивает, приходят другие, потом приходит другая, третья группа, начинается сражение, убийство. И таким образом весь город погружается в эту бойню, когда мусульмане вырезают друг друга, уничтожают друг друга, и население целых городов исчезало из-за этого. То есть, это такая проблема, трагедия, к сожалению, была. И сегодня, к сожалению, вот эти противоречия, они тоже используются третьей стороной, и мусульманам нужно быть начеку и знать, что умеренные шииты и Ахлюсуна Ваджамаа имеют очень много общего. Понятно, что каждый друг друга может считать заблудшим, ошибающимся, но это не причина для того, чтобы друг друга уничтожать, убивать. Сегодня мусульмане уже могут друг друга понять, объяснить друг другу, какие у них вероубеждения, и из этого сделать выводы, что нет никакой причины друг друга уничтожать. И не нужно давать повода для других лиц, чтобы натравливать друг на друга мусульман. То есть, об этом мы должны всегда помнить. Ва ахиру дауана, ани лихамду лиллэхи раббил ааламин.